приветствую вас дорогие друзья итак перед нами такая вот замечательная модель это самолет P2 производитель звезда я ее уже забрал и подготовил покраски хотелось бы немножко остановиться на моменте одном чтобы в будущем не допускать каких-либо ошибок если вы будете собирать данную модель значит сборка везде в принципе есть в ю тубе на многих каналах данной модели поэтому я решил в этот раз не показывать сборку может быть я вам покажу немножко зарисовки самого видео которое я сделал вот чтобы я хотела сказать одну из ошибок которые я сделал это я открыл здесь вот жалюзи на этой модели потому что на самом деле я думаю что после того как вы установите вот эти вот жалюзи их лучше не открывать если вы собираетесь сделать в открытом состоянии потому что при дальнейшей работе с моделью есть риски просто-напросто обломить все вот эти вот вещи поэтому когда будете делать модель оставляйте все в закрытом состоянии после покраски уже в самом конце можно вот эти вот ключики все приоткрыть очень много времени уходит на сборку внутренней части интерьера я хочу сказать одно что на самом деле в принципе можно половину тут ничего не делать потому что при сборке потом фюзеля за многие вещи здесь просто не будет видны но это как бы по желанию кто хочет тот так и делает по большому счету далее чтобы хотелось еще сказать значит сборка модели в принципе собирается довольно легко без этих проблем я добавил просто-напросто из медицинской иглы я сделал два пулемета и теперь как бы тот и все что я добавил значит модель собиралась модель я делал из коробки то есть практически без дополнений были использованы некоторые фототравления в данном случае я фототравления делал дальнейшее шасси вот в принципе модель собирается на ура и и она мне очень понравилась думаю что впереди буду еще строить такие модели вот так что сейчас я буду покрывать эту данную модель грунтовкой грунтовку я буду использовать вот это вот мистер финиш инстерфейс 1500 вмешивать я буду в пропорции 70-30 левелинг тюнером от major models и традиционно соответственно я буду начинать окраску нижней части самолета вот и потом уже процессе я буду показывать всякие могут быть нюансы и может быть и какие-нибудь секреты по окраске но потом после того как мы модель покрасим будем делать вазеринг данной модели небольшим количеством сколов то есть я планирую делать модель не сильно как говорится измученной но чуть-чуть будут сколы добавлены соответственно перед началом окраски модель будет полностью обезжириваться для этого я использую бензин калоша а 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 и модель я грунтовал поэтому ведущий этап это надо будет убрать ошегрение как обычно пользуюсь вот такой вот браун зубночетка электрическая переделала ее такой вот полировальный инструмент грубо говоря вот и при помощи воды такими выдвижениями и на не нажимая на пластик его полируем вот и соответственно когда отполировалась это сделали полировку получается грунт становится очень очень гладкий вот и для того чтобы убрать я использую лишнее воду потому что при высыхании если он сейчас высохнет остаются разводы и раньше я убирал при помощи вот этих вот бумажных полотенец вот но бумажные полотенце иногда оставляют ворцу поэтому я последнее время использую вот такой вот поле я не знаю какой-то материал это продается в любом хозяйственном магазине такая вот ряпочка для посуды как пола поролончик такой вот он не оставляет ворсы никакой и соответственно мочев ее я просто-напросто убираете лишние и излишки воды вот и соответственно на модели не остается никакие ворсинки ничего во первых она очень мягкая когда мокрая и она очень хорошо впитывает лишнюю воду вот вот этим вот образом получается такой вот отполированная очень гладкая поверхность которая уже готова для наложения на нее краски вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, я дамаскировал модель полностью. Для этого я использовал пластилин BlueTax. Вот такой вот. Он в принципе не вставляет пятна. Вот. И, соответственно, делается колбаска. Проходится по контуру Накладывается эта колбаска И при помощи фольги пищевой Все это дело заклеивается И соответственно потом скальпелем вы обрежаете вокруг И лишнее снимаете Использовал я обыкновенную пищевую фольгу Которая подается в магазинах Единственный нюанс Наклеивать нужно матовой стороной Потому что фольга имеет глянцевую поверхность И матовую И соответственно вы приклеиваете Блю таксу при помощи матовой поверхности Вот этим вот образом Растираете И соответственно потом Как я уже говорил Вырезаете по контуру и снимается Лишнее То что плохо замаскировывается Соответственно я наклеил при помощи скотча Сейчас я буду данную модель красить Красить я буду ее в зеленый цвет Использовать буду краску номер 303 Мистер Колор Заказчик, который заказывает мне эту модель Он попросил мне ее покрасить В однотонный зеленый цвет Пешки тоже такие были Не камуфляжные Поэтому у нас окраска будет чисто зеленая Здесь она Соответственно тоже все я высветил Но я думаю что После того как покрасим зеленый цвет Я буду еще все равно высплетлять Итак Перед тем как Мы делаем покраску Соответственно Модель мы опять обезжириваем На этот раз я использую спирт Потому что Бензин у меня закончился Обычно я использую бензин калоши Ну в этот раз Изопропиловый спирт Проходим полностью по модели Сдуваем Лишнюю пыль Которая образовалась Может быть Лишние ворсинки И так Разбавляю я вот этим вот растворителем Фирменным Нистер Тюнер Вот Единственное что я В краску Вот в эту Добавил Две капли Глянцевого лака Не знаю Поможет ли мне это избежать Типа шагрения Но вот Мне посоветовали Немножко добавить лак Добавил я вот этого вот лака Буквально две капельки Сейчас посмотрим Как будет ложиться Краска Ну и соответственно Сначала Тонкими слоями Добавил слоями Добавил слоями Закончил я вроде бы как покраской Но не знаю Я думаю что все равно Мелочек определенный Я буду какие-то добавлять Потому что Не всегда бывает Гладко Все проходит Единственное что Косяк Я так и не понял Почему Вроде бы как бы Разбавлял Фирменным растворителем Данную краску Но я так и не понял Почему Все таки у меня Образовалась шагрень Вот Здесь Сейчас Вот здесь Если присмотреться Я не знаю Видно или не видно Но здесь Есть шагрень Вот На этом соединении Между фюзеляжем И крылом Да и вообще В принципе По всему крылу Идет шагрень Такая вот Непонятная Вот Сейчас будем От нее избавляться Избавляюсь я Единственным методом Который мне Известен Это я Использую Вот такую вот Элиферическую Зубную щетку И Здесь Наклеена Абразивная Губка Обязательно Смачиваем Это водой И Соответственно Легкими движениями Сильно Надавливать Не надо Просто Проходить По этому Ущастку Где Остадремен В принципе Я обычно Это делаю Прохожу По Всему Самолету По всей Модели Главное В этой Ситуации Не нажимать Ни в коем Случай Абразивная Итак После того Как Все это Дело После того Как мы Убрали При помощи Воды И Абразивной Губки Остатки Я вытираю Тоже Такой Вот губкой Это губка Которая Продается В магазинах Продуктовых Ну Это вообще Для стола Для вытирания Стола Она очень мягкая И Соответственно Она не оставляет Никаких Ни ворс Ничего Тоже Очень удобно И излишки Просто-напросто Такими Вот Движениями Вот она Эта Краска Аккуратненько Все это Снимаем Раньше Я использовал Бумажные полотенца Но Все равно Если Мне попадаются Полотенца Я не запоминаю Их Название Они Могут Оставлять Ворсу На модели Поэтому Я для себя Нашел Только Вот этот Вот способ Это Такая Вот Губочка И Таким Образом Вы Снимаете Лишнюю Отпеллированную Краску И Все И модель Соответственно Становится Чистой Вот Получается Мы Избавились От Согрений Все Очень Красиво Получилось Ровненько Нету Ни Одного Этого Завихрения Ну То есть Ни Одного Согрений И Так Полностью Вы Делаете Всю Модель Остан Здесь У меня На Хвостовом Оперении Тоже Имеется Согрин Вот Полностью Проходитесь По Сей Модели 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 По 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 Продолжение следует...